ЧАО ТУТТИ! ВСЕМ ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТЬ АЛЕССАНДРА, И СИВОТНЯ МИ ВМЕСТЕ ПОГОВАРИМ ОБ ИТАЛЛЯНСКИХ ПОЗЛОВИЦАХ. ЙОСОНО АЛЕССАНДРА, И ДОДЖЕ ПАРЛЕРЕМО ДЕЙ ПРОВЕРБИ ИТАЛЛЯНИ. ПРИМО ПРОВЕРБЮ. «ИМ БОКА ЛУПО». Буквально переводится «ИДИ В РОТ ВОЛКА». Но, как вы понимаете, это не то, что пословица означает. Правильный перевод ни пуха, ни пера. Ну, например, я говорю подружке. «ДОМАНИ О УНЕЗАМЕ». «ЗАВТРУ МЕНЯ ЕКЗАМЕН». «ОНАС КАЖЕТ» «ИМ БОКА ЛУПО». МОЙ ОТВЕТ – КРЕПИ. Переводится «ПУС ВОЛК УМРЕТ». Но, как вы понимаете, русский перевод будет «К ЧОРТУ». СЕКОНДО ПРОВЕРБЮ. ЛЕРБА ДЕЛ ВИЧИНО Е СЕМПРЕ ПЮ ВЕРДЕ. Буквально переводится «ТРАВА СОСЕДА ВСЕГДА ЗЕЛЕНИЕ». «САД СОСЕДА ВСЕГДА КРАСИВЕЕ». Но пословица ни капли не касается садоводства, конечно. Имеется в виду, что человек постоянно завидует окружающим ему людям. И в основном без причин. ТЕРЦЮ ПРОВЕРБЮ. АВЕРЕ ЛЕ МАНИ БУКАТЕ. ТО ЕСТ, ИМЕЦЕ ДИРЯВИЕ РУКИ. Имеется в виду, что все деньги, которые я получаю, сразу уходят с моих рук, как будто там дирки. Так что правильный перевод – «САРИЦ ДЕНГАМИ». Кварто провербе. «КИ ТРОВА У НА МИКО, ТРОВА УН ТЕЗОРУ». Переводится «КТО НАЙДЁТ ХОРОЩЕГО ДРУГА, НАЙДЁТ И САКРОВИЩЕ». Но не стоит просить друга, чтобы он вам показал, где сохраняет золото. Потому что тут речь идет о том, что настоящий друг важнее и реже любого сокровища. КВИНТО И УЛТИМО ПРОВЕРБЮ. «ИЛ КАПО МИА ФАТТО УНА ЛАВАТА ДИ ТЕСТА». Переводится «Начальник помил мне воля». Да, странновато. Мы это говорим, когда начальник нас ругает, потому что мы что-то не так сделали. Ну что, как вам наши пословицы? «Ви аспекту, али милецьёни». А престо. Всего хорошего. До свидания.